Здравствуйте! Сегодня юбилей, который мы воспринимаем, многие из нас, как фантомную боль. Сегодня ровно 100 лет образования Советского Союза и 31 год, как его уже не существует, его развалили. Создание Советского Союза было глыбой такого масштаба, что волны от этого, они распространяются не только в будущее, но я бы сказал, что даже в прошлое и на это 30 декабря сошлось очень знаменательное событие в истории. Именно 30 декабря 2016 года был убит Григорий Распутин. Согласитесь, не последняя личность, повлиявшая на историю России. А еще 30 декабря 1947 года образовалась Румынская Демократическая Республика. Вот образовалась по щелчку пальцев. Это очень важно для нашего теперешнего момента, ведь Румыния была монархией, которая воевала против Советского Союза во Вторую мировую войну. Румынские части были разгромлены под Сталинградом, и благодарны мы за это должны быть вот этому молодцу. Смотрите, какой бравый. Это румынский король, кавалер Советского Ордена Победы. А дело было так, когда началась наша знаменитая Яско-Кишиневская наступательная операция в 1944 году, король Михай вызвал к себе в Сталку диктатора Румынии Антонеску и предложил ему прекратить сопротивление советским войскам. Антонеску не согласился. Тогда Михай лично вместе со своими придворными арестовали Антонеску и издали приказ о прекращении сопротивления. Молодой король, которого на тот момент исполнилось всего-то 22 года, выступил с обращением к нации и объявил войну нацистам. Обстановка оставалась сложной. Не все румынские части сразу же выполнили этот приказ и провернули оружие против Третьего Рейха. Однако Бухарест был занят советскими войсками без боя, а немецкие части практически повсюду оказывались в окружении советских и румынских частей. И таким образом совместными усилиями выдавили немцев с территории Румынии. После войны король отрекся от своего престола, конечно же под нажимом, и 30 декабря 1947 года была провозглашена Румынская республика. Король Михай с согласия румынских властей и с очень небольшими деньгами уехал из Румынии, купил там небольшую ферму, долго разводил курей, потом работал биржевым брокером, что ему очень не нравилось, и на родину смог приехать в качестве туриста только через 45 лет. Но все эти годы вся королевская знать Европы считала его королем. Вот это кадры с его похорон на родине. Он прожил почти 100 лет, и на его похороны съехалась вся королевская знать Европы. Вот это все короли. Этого персонажа узнаете? Это то, чего сильно не хватает нашим власть придержащим. Под любыми поводами они хотят притулиться именно вот к этому сообществу. И повод у них есть, ведь советское правительство наградило короля Михая красивым и значительным орденом Победы с бриллиантами за то, что он сберег сотни тысяч жизней советских солдат. И именно по этому поводу короля приглашали на военные парады по поводу Дня Победы. Нашим бы, конечно, вот сюда, в эту компанию, но не пускают. Могут только медальку вручить бывшему королю или сфотографироваться, а дальше не ногой. Еще к этому юбилею я вспомнил воспоминания простого португальского рыбака, который он высказал нашему советскому ученому, который по случаю был в Португалии. Он вспомнил о том, что их рыболовецкие суда всегда пытались ловить рыбу рядом с советскими, потому что на советском судне всегда был доктор, и он никогда не отказывал во врачебной помощи пострадавшему где-либо рыбаку. В знак благодарности, рыбаки всех стран в своих сетях собирали всякую морскую невиду для того, чтобы передать на советское океанографическое судно, которых также было в те времена много по всем морям и океанам. И высказал он это не потому, что он просто вспомнил молодость, а потому что он высказал нашему ученому претензию. Куда вы все это дели? И вот про щелчок пальцем я вспомнил именно потому, что это может по щелчку пальцем опять повернуться в нашу сторону. Будем надеяться. С юбилеем вас Советского Союза и с надеждой на его реинкарнацию. Пусть в другом виде. Я согласен. Увидимся. Продолжение следует...